МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тенденции становчие, але и одновные приклады не выключения. В регионе подвели выники работы по наведению парадки на землю. Закликаут до правопорушения. Завершено расследование справы о дочинении даутера деструктивных постов у Телеграм. А зараз об этом и иншим больше потребуется. Решением облаканкама на Гомельшине затвержден план мероприемства по попереджению расповсюживания инфекции COVID-19 сарот насильництва. В документе продовлеживаются меры, которые необходимо принять с кероникам предприемств и организаций, а так само профилактические рекомендации жихарам в области. С новыми правилами ознайомились наши корреспонденты. Об том, что ситуация с захворюванием на COVID-19, выкликая заклопоченность, медики казали не одной. Сарот основных причин, у певной ступени обыяковое ставление частки насильництва да выканание профилактических мероприемствов. У першую чергу размова идти об заховании социальной дистанции и выкористании масок. Появляются научные статьи ученых Англии, Германии, Испании, которые говорят об эффективности масочного режима или, грамотно сказать, применения средств индивидуальной защиты органов дыхания для профилактики воздушно-капельной инфекции, какой является ковидная инфекция. Коли весной, коли сродков оховы часом не хапало, люди саправды имкнулись на бытих за любый кошт, то теперь шмат, хто не выкористовывает их у вогуля. Нерыдкие выпадки, коли люди носят одну маску по некольких годин, тезаховывают их не в зауседы чистых кишенях. А проча того, навод на улице, знаходятся у масцы, шмат часу для некоторых нелегкое выпробование. Кажет, что вельми тяжко дыхать. У меня маска все время в кармане, я сейчас сажусь на транспорт, я одену ее, а на улице зачем? Это бессмысленно. Дети москового возраста, ну, с лет 14 не раньше, поскольку маска больше вреда несет, чем польза. Это мое мнение. Когда маску поношу, получаса потом ощущаю, что тяжело дышать, а дышка появляется. До речи, у принятых решений, ношение масок рекомендуется як обовязковое при наведывании громадских и медицинских установ у транспорте на объектах гандлю, спорту и культуры. Хоть сколько с массовых мероприемствами подчас пандемии будет изменшаться. Сгодно с этим же планом отказность за выполнение профилактических мероприемств несут керавники предприемств и организаций. Включить все необходимые профилактические мероприятия. Это, прежде всего, утренний фильтр работников, это использование средств индивидуальной защиты, это дистанцирование и работников, и посетителей, и обработка рук антисептиками, использование средств для уборки и так далее. Все это сформировано и сформулировано в санитарных нормах и правилах. Разом с тем, с кожных правилом есть выключение. У тех же крамах можно не потребовать выкористовывать маски, калей есть махчимость забеспечить социальную дистанцию. А проча таго наведывальникам треба гарантовать без проблем набывать сродки индивидуальной обороны. Хоть по куль заборонить человеку без маски корыстаться послугами тех же крам нельга, раз мова идти перж за усе об особистой отказности кожного за здоровье, свое и тех, кто побач. Наверное, пришло время каждому из нас подумать о своей гражданской ответственности. Ответственности за свое здоровье и здоровье своих родных, близких, людей, с которыми мы работаем, которые нас окружают. Если мы принимаем решение не заботиться о своем состоянии здоровья, то, наверное, надо подумать о своих родителях, о своей семье, о своих коллегах, с которыми мы общаемся. Это и масочный режим, это и дистанцирование, это и обработка рук антисептиками, применение десредств при уборке. Население как-то расслабилось. Расслабилось в период лета, когда заболеваемость спала, и мы вошли во вторую волну с каким-то поверхностным отношением людей к этому вопросу. Олег Сенцюров, Миколай Скенсиян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В межтым у некоторых крамах начали заявляться поведомления, что покупникам без масок будет отмолено обслугование. За комментарием мы свернулись о уголовное управление Гандлю и послу Гомельского облвыконкама. Сгодно с затверженным планом по борьбе с распоусюживанием инфекции, в крамах и местах громадского харчевания калекасовых аппаратов повинна быть нанесена разметка для забеспечения социального дистанцирования не меньше за метр-полтора. Супрационники на своих проценных местах обовязаны выкористовывать сродки индивидуальной обороны. Ранее этой меры носили рекомендационный характер. За неправильных трактовок громадский резонанс выкликало пытание ношения масок самими покупниками. На дверях крам стали заявляться подобные объявы. Однако это неправомерно. Норма и законодательство, которые касаются защиты прав потребителей, не допускают ограничения посетителей в объекты без масок. То есть любой человек маской, он без маски, имеет право доступа в объект, предоставляющий услуги. Но при этом, конечно же, мы просим и наших покупателей, посетителей обратить внимание. Я думаю, что каждый уважительно относится друг к другу. Поэтому мы вместе будем заботиться о здоровье и будем максимально использовать средства защиты органов дыхания и обеспечивать социальное дистанцирование. Продукты, харчевание и леки с доставкой на дом. Коли 20 тысяч пожилых грамотян отримывают социальную допомогу в Гомельской области. Доставочка, Тамара Ивановна. Размова, где про одиноких пенсионеров и тех, кто мает потребу в постоянном догляде. Молочные продукты, хлеб, городнина. Заявки формуются раницей. Социальные работники прошли инструктаж, пересовываются невеликими группами. Послуга запотрабована не только у областных центров, а и в районах. У период пандемии пожилые люди оказались в группе рызыки. Им настоливо рекомендуют не выходить с дому без вострой необходности. Я одна. У меня никого нету близких. Картошки, лук, что-нибудь такое. Не тоннами, не мешками, не чем. А по весу, сколько положено, мне всегда приносят. Ни в чем никогда не отказали. У регионе что дня с 9 до 18 годин, включающие выходные и святочные дни, працуют с телефона гаража линии социальных службов. Номеры, куды можно звернуться по допомогу, размешаны на сайтах выконкамов и сельсоветов. Заявочки поступают практически ежедневно. Реагируем мы на них моментально. В течение двух часов буквально происходит доставка. До инших тем. Злочинство супрать громадского парадку. Светлогорский районный отдел Следующего комитета завершил расследование справы, якую сбудили супрать 29-годового молодого человека. 11-го жюня, обвинувачиванный под выдуманным имем, разместил в региональном телеграм-канале поведомления деструктивного сместа. Жихар Светлогорска закликал порушать громадский парадок, нападать на супрационников милиции, блокировать автодороги, публиковал инструкции для удела в несанкционированных мероприемствах. Рассылкой молодой человек занимался на своем рабочем месте у одним из гандлевых центров Мазыра. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий анонимный автор деструктивных постов в телеграм-канале был довольно быстро установлен и задержан. С его участием проведен ряд следственных действий. На основании собранных по делу доказательств жителю Светлогорска предъявлено обвинение в организации действий грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным непоминовением законным требованием представителей власти. Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Подару на кротной школе. Нашальник Шашерска-Гараус Владимир Буховцов подарил Сидоровицкой школе холодильник и микрохвалевую печь за сродки, який отримал в якости моральной компенсации. Жесту доброволи попередничала невельми приемная история. Полковник милиции опынулся в центре уваги протестных телеграм-каналов и чатов. В адрес мужчины поступили погрозы. Чтобы оборонить свой гонор, офицер подал в суд на одного из тех, кто ображал его – жихара Кармянского района. Выником стала грошовая компенсация, которую Владимир Васильевич потратил на потребы своей школы. Я хочу выразить слова благодарности и признательности всему коллективу отдела внутренних дел Шашерского располкома за нашу тесную работу, за взаимопонимание, за поддержку, за то, что они стоят всегда на страже законопорядка. Хочу пожелать, чтобы они в любой ситуации сохраняли хладнокровие, самообладание. Глядите завтра в раннешнем эфире телеканала «Беларусь-Шатыры» телеверсию областного форума «Конституционная реформа» как значный фактор экономичных, политичных и социальных первотворений. Нагадаем, он прошел Гомель и у минулый понеделок и стал финальным этапом громадского обмеркования курса развития краины на ближайшие некольки годов. Диалоговые пляцовки об проблемах и перспективах усех сфер житедейности на протягу месяца проходили у Мазары и областным центры. В дискуссиях удельничали депутаты, кероники предприемства, новоколцы, эксперты, бизнесмены, представники громадских объединений и небояковые люди. Усеяны готовы не просто обозначить проблему, а и пропоновать варианты и решения. Телеверсия областного форума выйдет в эфир завтра в 8-10 ранницы на телеканале «Беларусь-Шатыры». На Гомельшине подведены попередние выники, проводимые работы по наведению парадку на землю. В сравнении с минулым годом фактов порушения природохонного законодавства стало меньше, но если великих городов и дальних кооперативов сметься по раннейшему шмат. В рейд выехали наши корреспонденты. Микрорайон Якубовка с его приватным сектором в Гомеле бодай самая забрудженная территория. Нельзя сказать, что мясовая влада не реагирует на постоянное забрудживание прилегающего лесного массива с подальшими отходами, но на месте ликвидованных взвалок тут же з'являются новые. Таким чином, частка мясовых жахаров выращает пытания утилизации бытового сметься и экономии уластных сродков. Оплата за централизованный вывоз отходов в этом микрорайоне складает около 16 рублей за месяц. Хоть уснует такая проблема не только в Гомеле. Члены шматликих садоводницких товарыств так само не заусюду з'являются законопослухмянами. Мусор в лесу, конечно, является для нас определенной проблемой. Скажу, что отмечу, что только в текущем году более 670 свалок нам пришлось ликвидировать. В основном это лесные массивы, которые прилегают к крупным населенным пунктам, садоводческие товарищества, места отдыха и стоянки вдоль автомобильных дорог. Но при этом отмечу, что по сравнению с 2019 годом количество свалок и количество мусора уменьшилось, что приятно. хочу напомнить, что у нас на территории лесного фонда в лесхозах имеется более 200 фотоловушек, которые нам помогают привлечь нарушителей к ответственности. Проблема садоводницких кооперативов саправды иснуе. Шмадзе нема пляцовок с контейнерами для организованного сбора сметя. Яго вывозят раз на месяц, причем, звычайно, по працонных днях. Покидать отходы на обочинных дорог ранее нельга. Богато уже забружевание территории кооперативу. А приезжать у вызначенный день может далеко не каждый. Коли сказать об сельской мясовости, то тут мясовыми органами улады наладжена системная работа по зносе старых побудов, которые не выкористовываются. Только в этом году знесено больше 1100 будинков, при этом, когда 600 гектаров земель утягнуты в господарший оборот. Штрафные санкции для нас не самоцель. Наша задача это обеспечить наведение превентивные меры. В этом году мы уже дважды использовали такой способ, как СМС уведомления землепользователей о том, что необходимо поддерживать порядок на своем земельном участке. И надо сказать, что такой способ общения землепользователей даст свой эффект. Во-первых, хороший здоровый резонанс, а во-вторых, люди задумались о том, что у них есть не только права относительно своих земельных участков, но и обязанности. До нас поступово наближаются новогодние святы. Зародиться казочным настроем запрашивает картинная галерея Гаурила Вашенки. Там открылась выстава советских елочных цацок и новогодних паштовок. У основе экспозиции приватная коллекция бобруйчанки Галины Жук, которую она сбирала больше за 15 годов. Сбор включает больше за 2000 елочных цацок. Это шары, лихтары, кебусы, зверы и птушки, казочные персонажи, Дяды Морозы и Снягурки. Больше звих створены в ручную и навод однольковые фигурки расписаны по-розному и одрозниваются один от одного. У каждой семьи подобные цацки передавались с поколения у поколения. Особливое место займает экспозиции новогодних паштовок середины минулого 100-го дня. Эта выставка у нас не первый уже раз. Было в прошлом году, пользовалась большим успехом среди детей и взрослых. Пополнилась коллекция нового Деда Мороза не просто Деда Мороза 80-х годов это Деда Мороза из ваты 50-60-х годов их несколько плюс появилась небольшая коллекция очень хорошая коллекция новых елочных игрушек к примеру это круговые елочные игрушки которые сделаны вручную с позолотой без позолотой с наклейками. Коллекция пошла формироваться сотни цацок яке и Галине презентовала свякроу. Далее циковые экземпляры дарыли родные и знаемые. Остатние я накупляла на антикварных рынках и аукционах. Гэта инши новинная информация о проектах телерадо-компании Гомель вы можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено усяго доброго и до встречи у эфиры. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян Здравствуйте. ДТП в Ветковском районе пострадал 9-летний велосипедистик Автомобиль Hyundai ехал в деревню Старое Село и при выезде со второстепенной дороги сбил 9-летнего мальчика. Юный велосипедист пересекал проезжую часть дороги на перекрестке по линии тротуара. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в районную больницу. Жлобинский наркоконтроль изъял крупную партию на свая. Сотрудники МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на 27-летнего жлобинчанина. Молодой человек хранил в съемной квартире более 11 килограммов некурительного табачного изделия. Часть вещества он расфасовал для продажи. За противоправные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин или административный арест. Также известно, что парень ранее судим за махинации с насваем. В 2017 году у обвиняемого даже конфисковали автомобиль. Ельские милиционеры помогли грибникам выбраться из леса. Сотрудники МВД получили сообщение о пропаже мужчины и женщины, которые уехали на мотоблоке в лес. Начались поиски, в которых также участвовали спасатели и лесники. К полуночи работы приостановили до рассвета. Утром поступила информация, грибников заметили недалеко от населенного пункта, где они исчезли. Милиционеры направились к указанному месту и нашли их. Женщину отвезли домой, а мужчина остался у мотоблока. Закончился бензин. Пока один из сотрудников поехал за топливом, грибник рассказал, как им пришлось ночевать в лесу. Вначале любители тихой охоты действительно заплутали. Только к позднему вечеру вновь стали ориентироваться на местности, но сломался стартер в мотоблоке. Пришлось ночевать в лесу. Утром мужчина все же смог завести технику и выехать из леса. Однако образовалась новая проблема. Закончился бензин. В это время и подъехали милиционеры. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. Лидерам пришлось нелегко. Гомель принимал у себя Гродненский неман. В концовке первого периода хозяева счета открыли и отличился Сусло. Ближе к экватору второй-третий матч Левша цифры на табло уравнял. Главные голевые события развернулись в третьем периоде. Сначала Скоринов вывел Рысей вперед. Вскоре гол красавица творил Дюбинский и счет вновь стал равным. И все же хозяева дожали неуступчивых Гродненчан. Елисеенко стал автором победной шайбы. 3-2 Гомель берет 3 очка. Завтра Рысям предстоит домашний поединок против Динамо Молодечны. Начало в 17.45. Другому лидеру турнирной таблицы юности также пришлось нелегко. Столичная дружина после двух периодов уступала Могилеву 0-1. Однако смогла добиться победы 3-1. Отмечу, что Жлобинский Металлург чемпионат после паузы возобновит в субботу 14 ноября матчем против Гомеля. Поединки с Динамо Молодечной и Неманом назначенные в календаре на 10 и 12 ноября отменены. Столеваром засчитаны технические поражения. У дубля Металлурга высшей лиги все по расписанию. Жлобинчане сыграли два выездных матча против столичного юниора. Противостояние пятой и второй команд получилось равным. Коллективы обменялись победами с минимальным перевесом. В первой игре вверх взяли хозяева 2-1. На следующий день Викторию праздновали уже Столевары 4-3. В болгарском Пловдиве стартует чемпионат Европы по велоспорту на треке. До 15 ноября спортсмены из более чем 20 стран разыграют 22 комплекта наград. В заявке сборной Беларуси 10 спортсменов. В том числе и представители Гомельской области Инна Савенко на Роман Романов и Роман Тишков. Соревнования пройдут в командных гонках и командном спринте. В индивидуальных гонках ГИТИ, гонках с выбыванием, Мэдисоне, Омниуме, гонках по очкам, скретче, спринте и кейрине. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.